Давай полетай Давай всё забудем И просто мгновенье помолчим Там возвращаться нет причин У лета со мною волока В руке твоя рука Побудь ещё со мной Сейчас у лета Привет! Ни для кого не секрет, что я очень люблю орхидеи и бабочки. У меня есть несколько подростков, которые зацвели впервые в своей жизни. И вот в этом видео я хочу вам показать, как зацвели эти подростки. Кустики были когда-то очень маленькими. Я их выращивала с микроскопического размера. Ну, большинство из них было где-то 1,7 размер. Какие-то были чуть побольше. Но касаемо вот этого экземпляра, он был 1,7. Ну, вы понимаете, да, какой размер был. Маленький совсем. Это этот сорт Гранди Флора. Бабочка. Называется он Инфинити Лов. Почему я решила его приобрести в свою коллекцию? Потому что меня покорил размер цветов. Размер у него должен быть до 15 сантиметров. Вот такой вот подросток, который у меня вырос. Вырастила я его, как я уже сказала, с маленького размера. Недавно я его пересадила вот в такой горшочек. Здесь 2,2 литра. Вот. И хочу вам показать, сколько же, померить, сколько же цветок у этого подростка. То есть, подростки, вы понимаете, у них цветы мельче, чем у взрослых экземпляров. И когда они уже вырастают в полноценный размер свой, то цветы увеличиваются, соответственно, в размере. И давайте померяем, сколько этот цветок сантиметров. Мне было прям интересно, действительно ли он будет грандифлорой. Действительно ли он будет таким крупным. Сейчас померяю, покажу вам. И давайте смотреть. Цветочек почти 11 сантиметров. Вы представляете? У него настолько огромные цветы, что они вот так вот становятся даже при закрытыми чуть-чуть вперед. Я люблю, кстати, такой эффект у бабочек. Настолько они тяжелые и огромные, что они не могут полностью распахнуться нормально. И чуть-чуть они становятся при закрытыми. Приятно удивила красота этого растения. Посмотрите, какая у нее губа. Губа у нее такая же тигровая, как и лепестки. Очень красивая бабочка. И, пожалуй, это самая крупная бабочка будет в моей коллекции. Вот, как я уже вам показала, я недавно пересадила. Растение у меня зацвело впервые. Вот такое оно уже большое. Вот, а было когда-то совсем маленьким. Максимальный был размер листика, как вот у этого, наверное. Вот такой был размер. В моей коллекции она уже, я так думаю, примерно год. Вот за год она вот так выросла и зацвела такими красивыми, огромными цветами. Этот сорт называется Принц Пират. Она у меня доращивает цветочки. Вот этот цветочек новый, недавно раскрыла. Это очень старый голландский сорт. Также это растение выращено с крошечной детки. Первое его в жизни цветение. И вот такой вот уже у меня, я бы сказала, большой, не маленький экземпляр. Тоже я его недавно пересадила, этот свой экземпляр, вот в такой вот горшок на фитиль. Это моя давняя-давняя мечта. Давно я в него влюблена. Кстати, а, нет, я думала, опять доращивает. Давно я в него влюблена. И вот, наконец-таки, он есть в моей коллекции. Ну, такой красивый. Это что-то. Это старая голландская бабочка. Вот, я много лет собираю бабочек своих. И вот, вы знаете, вот именно эту бабочку я ловила очень много лет. Ее было достаточно трудно поймать. Ну, в принципе, ее и сейчас очень трудно поймать. Я знаю, они когда-то были в азиатском исполнении. Вот, ну, вот такая вот она у меня красотка. Я ее обожаю. Сорт называется Принц Пират. Вот, и моя роскошная яблонька, как я ее называю. Это бабочка-скульптор. Эта бабочка у меня тоже выращена с детки. Вот такой вот уже кустик у нее. Тоже я ее так же, как и те предыдущие, недавно пересадила вот в такой вот горшочек. Двойной на фитиль. Ой, какая же она нежная, такая прям невесомая. Похожа на яблоньку. Тоже без конца доращивает. Вот этот вот цветочек недавно она дорастила. Видите, какой он маленький. Он только раскрылся буквально два дня назад. Вот. И также она пробудила вот здесь боковую мне почку. Вот. Ну, не знаю, будет ли она развиваться дальше или нет. Я вообще не любитель таких вот оттенков орхидей. Я больше люблю яркие. Вот. Но такие цвета тоже нужно иметь в своей коллекции. Нужно разбавлять яркость. Потому что я так поняла, что быстро устаешь от ярких оттенков. Хочется иногда остановить свой взгляд на чем-то вот таком вот нежном. Вот такая вот у меня бабочка-скульптор. Тоже вот такой вот кустик у меня. Видите, друзья, вы не думайте, что у меня все крупномеры, огромные взрослые экземпляры. Нет, вот такие тоже бывают экземпляры, которые я выращиваю с маленьких размеров. Я ее тоже... Она у меня уже год. И вот ее первое в жизни цветение. Вот. Надеюсь, что все с ней будет хорошо. И мы увидим зимнее более насыщенное, более яркое, более обильное цветение. Вот смотрите, когда более теплая погода, окрас у цветов более яркий. Но еще из-за того, что, конечно, он свежераспущенный по сравнению с остальными. Вот. Но я еще заметила, что от теплой погоды, от высокой температуры окрас орхидеи меняется. Зимой бывает одно по интенсивности, насыщенности цветения. Летом бывает другое совершенно. Иногда, знаете, настолько отличается. Допустим, вот если взять бабочку пениф. Ну, или не бабочку, или просто пениф. Ну, я люблю бабочек, поэтому у меня везде одни бабочки на уме. Вот. Ну, если взять сорт пениф. У него совершенно разное цветение. Зимой оно одно, летом оно другое. Поэтому так, в принципе, и у всех. Не только у этого сорта. Вот. Но на нем это более ярко выражено. У дикого кота также летом меньше темных крапушек, чем зимой. Зимой бывает больше темного, меньше белого. А летом бывает больше белого и меньше темного. Вот так вот интересно происходит. Моя красавица, моя нежность. Очень красивая она. И думаю, что она у меня останется в коллекции. Потому что, как я уже сказала, разбавлять яркость тоже нужно. Ну, а это также старый-старый голландский сорт. Бабочка называется Elastic Love. Вообще, у нее по сорту цветы очень крупные идут. Она также... Ну, это не грандифлора, но цветы она имеет достаточно крупные. Вот. У нее это, у моей первое домашнее цветение. Тоже ее с подростка выращивала. Год она у меня также. Вот, видите, какой уже кустик она вырастила. Так, вот она. И недавно я ее тоже пересадила вот в такой горшочек с поддоном. Я увеличила ей размер, потому что в прошлом горшке у нее был девятый, да, размер обычного транспортировочного горшочка. Она уже его переросла. Вот. Поэтому первое вот такое у нас домашнее цветение. Я считаю, цветение обильное. Она еще молодец растить там листик. Вот. Так что не только цветет, но и растет. Красавица. Нежная, яркая. В общем, тут все. И вот на столько цветочков она меня порадовала в этом году. Вот так вот. Ну, а этого красавца я вам уже показывала в каком-то из цветений моих орхидеев в какой-то части. Это шоколадка. Тоже растила ее с малюсенькой детки. Это непростая шоколадка. У нее есть мутация на нижних лепестках. И цветочки ее на солнышке. Вот я сейчас снимаю. Кажется, что они яркие розовые. Вот эти вот полосочки. Но на самом деле они серо-розовые. Вот я сейчас смотрю на нее. Смотрю вот здесь вот в камеру. И вы знаете, огромная разница. Я не знаю, не передает вообще камера ее оттенка. Она у меня также выращена с детки. Вот здесь видите, тоже она пересажена вместе с теми не так давно и уже тронулась в рост. Вот опять-таки в такой же горшочек. И давно она, очень давно, цветет бесконечно. Вот кто смотрел ту часть видео, это была одна из первых частей. Это было месяца три, наверное, назад, а может больше. Даже больше, по-моему. И вот смотрите, она как зачарованная, как завороженная стоит. И даже не собирается отцветать. Это единственная орхидея, не бабочка, не пилорик. Хотя это пилорик тоже имеет пилоричность нижних лепестков. Но это, наверное, единственная стандартная орхидея в моей коллекции. Я ее очень люблю. Она настолько красивая. Я о ней столько мечтала. Тоже ее когда-то увидела. Сейчас море шоколадок. Это все не то. Те шоколадки, которые сейчас продаются, мне они вообще даром не нужны. Они имеют яркие розовые вот эти вот полоски, всплохи. Мне такое не нравится. Честно, как-то дешевит. Вот эта вот яркость дешевит. А здесь именно за счет того, что вот эти полоски приглушенного такого серо-малинового оттенка, что ли, как-то так, на мой взгляд, она очень красиво смотрится. У меня есть сохраненные фотографии взрослых экземпляров. Когда у кого-то я ее встречала, я ее из тысячи узнаю, свою вот эту любовь. Вот. Она, конечно, цветет безумно роскошно. У нее такие букеты. И вот просто вот, ну, очень красивое растение. Я в нее очень влюблена по сей день до сих пор. Вот. И она, конечно же, у меня остается. Вот. Вот такое было видео сегодня. В принципе, это все подростки. Так, сейчас посмотрю. А, нет, у меня там еще есть, но их вы уже видели сто раз. Не хочу снова их показывать, надоели они уже мне. Там и калейдоскоп цветет букетом. Там и парочка других цвело. Ну, их уже у меня нету. Вот. Ну, короче говоря. Вот так вот. Вот такие подростки. Не все у меня взрослые растения. Как я уже сказала, я иногда люблю поиграться. Люблю вот так вот взять какую-нибудь мелочь. В размере 1,7. И поиграться, поворачивать. Ну, это я делаю крайне редко. Особенно сейчас, когда уже столько продается крупных экземпляров взрослых. Вот. И не хочется, честно говоря, эту лотерею. Как это все зацветет, неизвестно. Что это с этим будет, неизвестно. Тем более Азия. Там вообще кот в мешке конкретный. Одно дело от проверенных своих бабочек получать детей. Другое дело азиатские вот эти подростки. Растишь, растишь его. Берешь его клопом. Растишь его 3 года. Потом тебе сюрприз. Обычный простой цветочек. Еще и не в той мутации. Еще и какой-нибудь вариант цветения. Самый неказистый. Самый страшный. Некакущий. Ну, в общем. Все меньше и меньше мне уже нравятся такие эксперименты. Поэтому я все-таки предпочитаю либо брать детей с голландских. Ну, проверенных материнских растений. Которые уже неоднократно цвели как надо. Вот. Либо уже останавливаться на цветущих экземплярах. Потому что, ну, не хочется. Не хочется уже вот это вот экспериментировать. Как чего. Поэтому вот как-то так. Ладно. Всем спасибо за просмотр. До встречи на моем канале. Всем пока. И снова здравствуйте. Покажу вам, пожалуй, еще вот такого вот подростка. Если можно так назвать. Подростка. Уже он и не подросток вовсе. Но был еще совсем недавно. Подростка. Ну, опять буду повторяться. Скорее всего, в этой фразе скажу, что это моя любовь любовная. Сорт называется White Mirror. Вы знаете, тут у меня, я его везде, в общем, ищу. Искала, вернее. Я его везде искала. У меня когда-то был этот сорт. Цвел просто сказочно. Но он у меня пропал. Вот. И я его нашла в детке. С девочкой мы поменялись. Вот. И теперь он у меня в моей коллекции. Вот такой вот он уже. Был тоже маленький. А сейчас вот я его пересадила не так давно. В горшочек больше. По-моему, здесь больше трех литров этот горшочек. Вот. И теперь вот такой красавец. Он у нас сказочно хорош. Кудрявый. Такой лапочка. Я вам в конце видео вставлю в цветение этого сорта. В том экземпляре, в котором он у меня цвел. У меня было взрослое растение. Вот. И вот такой красавчик. Он остался на закуску. Ой. В конце видео. Вот сейчас уже точно конец. Давайте прощаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.